Есть такой идиоматический оборот – соломинка, которая ломает хребет верблюду. Это что-то вроде последней капли, переполняющей сосуд. Конечно, хребет верблюду ломает не одна соломинка, весь сноб соломы, который судьба взвалила на спину верблюду, но, тем не менее, не будь любой из соломинок, составляющих сноб, верблюд мог бы продолжать нести свой тяжкий груз. Когда СССР погиб, было тому множество причин. Среди них есть такие, не будь которых наш верблюд ещё смог бы тащиться по исторической караванной тропе. Конверсия – это одна из таких причин. О ней заговорили тогда, когда наметился конец гонки вооружения. Гонка наткнулась на неразрешимые технические задачи и остановилась. Гонку вооружения мы не проиграли, хотя было очень тяжело, и мы постоянно должны были нагонять. И тут гонка закончилась. Казалось, что стало неимоверно легко. Перед экономикой встала задача конверсии оборонных отраслей, перевод их на решение гражданских задач или, как тогда говорили, народно-хозяйственных. С похожей задачей я столкнулся в год первой высадки американцев на Луну. Я участвовал тем летом в чемпионате пионерского лагеря по шахматам. С большим трудом и напряжением всех сил я обыграл нескольких очень сильных соперников. Следующим моим соперником был маленький человечек с оттопыренными ушами из какого-то младшего отряда. Ну, его-то я обыграю. Не напрягая мозг, я взялся за шахматы и проиграл. Ну, раз в гонке вооружения не проиграли, то с конверсией-то справимся. В одном очень уважаемом мною научном журнале была статья, посвященная тому, как отнеслись к этой задачи в США. И смех, и грех. Ну, что эти американцы из мухи делают слона? В таком ключе была написана статья. Вон, когда закончилась Великое Отечественное, тракторные заводы снова стали производить трактора. Мебельные фабрики вместо прикладов автоматов вернулись к производству мебели. И все. Так же легко и хорошо получится у нас теперь. Дело в том, что современные оборонные отрасли – это не предприятие, приспособленной к выпуску военной продукции после нападения Германии на СССР в 1941 году – это высокотехнологичное производство, заточенное на применение технологий, не требующихся в производстве обычной мирной продукции. Кстати, наша экономика и до войны была развернута в сторону решения оборонных задач, но все равно мобилизация экономики стала подвигом нашего народа. Кстати, еще раз. Когда в конце 1941 года США оказались вовлеченными в войну сразу на двух океанах с Японией и с поддержавшей ее Германией, было принято решение установить пулеметы на крышах правительственных зданий. Но пулеметов не оказалось. Пришлось установить их деревянные макеты. Многие виды вооружений промышленность США не производила. Все пришлось осваивать. Кстати, танк Т-34 вы, конечно, знаете, да? Это внук танка американского конструктора Кристи. В США предложения Кристи не нашли заинтересованного внимания со стороны государства. Кристи продал два образца Советскому Союзу. Сыновьями этого танка в СССР стали танки серии БТ, а Т-34 – его внук. Рыночная экономика позволила Соединенным Штатам не только обеспечить потребность своих вооруженных сил, но и оказывать масштабную помощь своим союзникам. Однако вернемся к конверсии после окончания гонки вооружений. На оборудовании, предназначенном для производства жаростойких камер сгорания межконтинентальных ракет или систем управления для подводных лодок, ничего нельзя было сделать такого, что можно было бы дать гражданскому потребителю из мирных отраслей или непосредственно населению. Как решили эту проблему в США? Решили в духе рыночной экономики и ее же методами. Что значит нечего предложить для удовлетворения потребностей населения? Нужно создать эти потребности. Схема такая. Придумывается нечто такое небывалое доселе, что можно сделать только на уникальном оборудовании оборонной отрасли. Затем маркетологи придумывают, как создать у населения новую потребность, которой раньше у него никогда не было, которая и в голову никому раньше не могла прийти. Специалисты по рекламе формируют у населения стойкое убеждение, что без удовлетворения этой потребности жизнь пуста и мрачна. Вон, смотрите, как счастливы и улыбчивы лица людей в рекламных роликах, как дружны там семьи, какие добрые, теплые отношения между детьми и родителями в семьях, у которых есть эта штучка. Точно, без этой штуковины жизнь не жизнь. И процесс идет. Вместо камер сгорания систем управления для ядерных подводных ракетоносцев начинается производство вещей, которые совсем недавно могли показаться ненужным барахлом. Рабочие места спасены. Ну а в СССР? Разве можно создавать у населения новые потребности? Обычные-то не можем никак удовлетворить. Да и как их создавать? Рекламные индустрии у нас тогда не было. Считалось, что она и так не нужна. Все равно все купят, с руками оторвут. Пришлось нашим оборонным гигантам вместо сложнейших высокотехнологичных изделий делать коробочки для диафильмов, сковороды и пузырьки для проявителя. Оборудование простаивало, работы разработчикам не было, рабочие пошли на свои огороды, инженеры купили спекулянтские клетчатые сумки и стали челноками. Можно ли было удалить эту соломинку из снопа? Нет. Дело в том, что снопа не было. Был такой большой блок прессованной соломы. Из него, если и выдернешь соломинку, то только развалив весь блок. Вот и развалилась экономика СССР и сам СССР. Мой блок – это... Мой Рассказки Бояршиного на самом издате. Рассказки Бояршиного на самом издате